МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. В эфире программа «Воронеж. События. Факты». Итоговый выпуск на этой неделе. Сегодня в программе. Как скажется, повышение пенсии на благосостоянии пожилых людей. Воронеж официально признан городом-миллионником. Как в Воронеже отметили День славянской письменности и культуры. Естественное, убыль населения в регионе с каждым годом растет. Как в Воронеже отмечают юбилей первого российского императора. Лихановская признана лучшей торговой улицей России. В Воронеже отметили День защиты детей. В Воронежской области резко выросло строительство жилья. С 1 июня в России будут повышены пенсии неработающим пенсионерам на 10%. Такое поручение дал президент Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета. Сможет ли компенсировать эта надбавка рост цен на продукты питания? Узнаем из нашей постоянной рубрики «Потребительская корзина». Росстат обнародовал динамику роста цен на продовольствие с начала 2022 года. Статистика способна ввести в ступор даже самого закаленного покупателя. Стоимость широкого круга продуктов из повседневного меню взлетела почти на 20%. При сохранении таких темпов главным блюдом на столах россиян станет сказочная каша из топора. «Вот у меня получается 7 детей. Молоко у нас сейчас 70 рублей. Самое дешёвое молоко – 68. Если вот поесть на день, у нас 2000 уходит, чтобы поесть с семьёй. Завтрак, кашки, бутерброды». Самая уязвимая категория наряду с малообеспеченными гражданами – пенсионеры. Новость о том, что с 1 июня им прибавят пенсию на 10%, многие из них восприняли позитивно. «А как вы считаете, поможет ли это как-то компенсировать Росстат, который мы сейчас наблюдаем?» «Я считаю, что поможет». «Бабушкам надо помогать, потому что мне их очень жалко. У них трудная ситуация, и квартплаты повысилась, коммуналка. Ну, то есть, ну, я вижу, что они даже себе фрукты просто сейчас не могут позволить. Яблоки, если они стоили когда-то 70 рублей, то сейчас они самые дешёвые – 110. Вот и всё». Есть опасения, что с учётом средних пенсий в 10-12 тысяч такая компенсация едва покроет стремительный рост цен на основные продукты питания. «Вы сами подумайте, если хлеб стоит 50-40 рублей, вот эта надбавка, если 12-120 рублей, на три буханки хлеба. Добавят там, ну, кто сколько получает, во-первых. Вот, добавят там, ну, сколько-то тысячи пусть, а цены взлетают ещё больше». Эти цифры садоводам и огородникам наука. Сажать и на своих грядках овощи и фрукты пока ещё не поздно. Неудивительно, что с учётом нынешних реалий многие пожалели, что не имеют дачных участков. «О, это хорошее поспорье. Вот я бы, например, если в даче была, то, конечно, всё своё, во-первых. Сейчас не накупишь вот эти продукты, фрукты, овощи». Но одними овощами всё же сыт не будешь. Существенный рост цен наблюдаются и на мясные продукты. По данным Минэкономразвития, до конца года инфляция в стране может составить 20%. При падении реальных доходов вряд ли можно надеяться на уменьшение издержек производства и, стало быть, снижение цен. Олеся Олесюк, Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Воронеж подтвердил свой статус города-миллионника. Это стало известно после того, как Росстат опубликовал предварительные итоги переписи населения. По предварительным данным, которые приводит Росстат, на 1 октября 2021 года в стране проживало 147 миллионов 200 тысяч человек. По сравнению с переписью 2010 года, россиян стало больше на 2 миллиона. Такой рост достигнут за счёт притока мигрантов, так как в России практически каждый год фиксируется естественная убыль населения. То есть количество умерших превышает количество родившихся. Значительно увеличилось население Москвы до 13 миллионов человек. Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края. По данным статистиков, 75% населения живёт в городах, 16 из которых – миллионники. Среди них и Воронеж. Всего в Воронежской области насчитали 2 миллиона 309 тысяч человек. 1 миллион 581 тысяча – это городское население, а 728 тысяч человек проживают в сёлах. Окончательные итоги переписи будут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 года. Валерий Бобкин, 41 канал. В Новой Усмане разыскивают неизвестных, разгромивших местное кладбище. Прокуратура взяла расследование под свой контроль. На кладбище, расположенном на улице Ленина в Новой Усмане, неизвестные разгромили десятки могил. Они выворачивали земли памятники, сбивали кресты, ломали ограду. Всего было повреждено более 50 захоронений. Приехавшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов привели осмотр кладбища, опросили возможных свидетелей. Сейчас ведется поиск злоумышленников. Администрация Новосманского района просит тех, кто располагает информацию о произошедшем, позвонить в полицию или на номер единой дежурной диспетчерской службы 112. Валерий Бобкин, 41 канал. Левобережный район Воронежа отметил День славянской письменности и культуры. Для гостей парка «Алые паруса» творческие коллективы подготовили концерт. Хороводы, присядка, казачок и русские народные песни – все это не стало давно забытым, а сохранилось, придя к нам из далекого прошлого наших предков. Братья Кирилл и Мефодий были авторами первой славянской азбуки. Они проповедовали славянам основы письменности и культуры в конце IX века. День памяти равноапостольных святых традиционно отмечается 24 мая. Но праздничные мероприятия, как правило, длятся дольше – почти всю неделю. В парке «Алые паруса» творческие коллективы Центра «Радуга» и культурно-досугового Центра Левобережья показали гостям парка, как раньше отмечались праздники на Руси. Народные традиции просто необходимо придавать. Если мы не знаем истории, то мы исчезнем как личности, как народ. Это становится с каждым днем все интереснее и интереснее, потому что желающих становится все больше и больше. Наш культурно-досуговый центр – он один из самых маленьких культурно-досуговых центров, как база, но самый большой по количеству коллективов, которые у нас располагаются на нашей базе. Много детских коллективов, много взрослых коллективов для старшего поколения, допустим, хор ветеранов, к примеру, или ансамбль русской песни, ансамбль казачьей песни. То есть мы стараемся популяризовать именно наше народное творчество на весь пласт нашего населения, нашего района. Роман Варень говорит, что же Варень подарит, подарю я Вареньки, черевички, ареньки, заплетите мой плетень. Русская песня считается уникальным самобытным памятником культуры. Она обладает высокой духовной направленностью. Каждая русская песня вмещает природное богатство русской земли, традиции нашего быта и вероисповедания. Танцы для Руси были чем-то особенным. Без них не обходился ни один праздник. Для пляски мужчин характерны удаль, широта души, юмор. Женские танцы плавные, величавые, слегка кокетливые. Думаю, что очень народные песни знают все. Они трогают до глубины души своим, даже текстом, вообще мелодии. Мне кажется, это еще и из семьи идет. Ну и вообще народное пение считается, как по мне, более сложнее, чем все-таки эстрадное, потому что тут все-таки многоголосие, ансамбль. Меня повела бабушка, я походила, и мне понравилось, мне стало интересно. Ну и потом я начала все больше и больше ходить. И уже потом мы с коллективом занимали более, ну, большие места, там, гран-при, первые места. Русские традиции передаются из поколения в поколение. Если они не сохраняются в семьях, то о них помнят в творческих мастерских или музыкальных и хореографических коллективах. Ребята выступают, как настоящие профессионалы. Во время их представления, как будто оживает прошлое, и зрители попадают на несколько веков назад. Вот и по спорте потом, что машины времени не существует. Она есть только для тех, кто помнит историю своего народа и сохраняет ее для других. Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал. В регионе растет естественная убыль населения. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Сергей Канищев на заседании областной думы. Естественная убыль населения в регионе в прошлом году составила почти 28 тысяч человек. Эта цифра в полтора раза больше прошлого года. Тогда она составила 19 тысяч человек. Также в области снижается и рождаемость. В 2020 году родилось более 18 тысяч детей. В 2021 только 18 с половиной. Росстат предполагает, что ожидаемая средняя продолжительность жизни в области составит 69 с половиной лет. Годом ранее эта цифра была больше почти на полтора года. Предполагалось, что воронежцы в среднем доживут до 72. Причинами смертности Сергей Канищев приводит пандемию коронавируса и санкционный режим в отношении России со стороны иностранных государств. В Воронежской области предстоит провести масштабное обновление почтовых отделений. Отремонтируют более 300 зданий. Об этом договорились на встрече губернатора региона Александра Гусева с руководством Почты России. В текущем году будут отремонтированы 34 отделения, а в 2023-м около 300. Сейчас решается вопрос о проведении обязательной экспертизы для того, чтобы подрядные организации могли приступить к строительным работам. Планируется отремонтировать имеющиеся здания, а также построить новые. Работа по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в селах и труднодоступных местностях, ведется по поручению президента страны. Валерий Бобкин, 41 канал. 29 мая в поселке Хохольский в рамках проекта «Адаптивный спорт. Равные возможности» прошел турнир по плаванию среди людей с ограниченными возможностями под названием «Оранжевый мир». Воронежская региональная общественная организация инвалидов «Адаптспорт» существует четвертый год. Она создана активными неравнодушными родителями в 2018 году. В 2018 году их было всего 50 человек, сейчас более 300. Сначала занимались плаванием, а потом, исходя из потребностей семей, воспитывающих особенных деток, стали появляться все новые и новые спортивные секции. И сейчас их 10. В настоящее время при поддержке фонда президентских грантов «Адаптспорт» реализует проект «Адаптивный спорт. Равные возможности». 29-го прошел турнир по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Оранжевый мир», посвященный памяти Елены Корякиной. Елена Александровна, работая директором колледжа в Воронежской академии спорта, всегда помогала и развивала адаптивный спорт и физкультуру Воронежской области. Среди ее воспитанников немало паралимпийцев и атлетов специальной олимпиады, а также спорта, людей с интеллектуальными нарушениями. Участие приняло более 50 детей с нозологическими болезнями. Талисманом мероприятия стал самый вкусный и сладкий фрукт «Апельсин», который использовала Корякина в качестве поощрения на своих тренировках. В Воронежской области частично отменен масочный режим. Губернатор региона Александр Гусев подписал указ о смягчении коронавирусных ограничений. С 1 июня 2022 года обязательное ношение масок отменяется при посещении большинства общественных мест Воронежской области. Указ главы региона опубликовала пресс-служба областного правительства. Однако в документе предусмотрены исключения. Так, сохраняется обязательное использование защитных масок при проезде в общественном транспорте, при посещении медицинских организаций и аптек, а также в пунктах временного размещения и учреждениях, оказывающих социальную помощь населению. Валерий Бобкин, 41 канал. На площади Ленина прошли мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I. Подробности в сюжете Мариам Макеевой. Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова открыл в Воронеже фестиваль Петровской музыкальной ассамблеи, приуроченный к 350-летию Петра Великого. На площади Ленина состоялся концерт коллектива, впервые выступившего в полном составе в Воронеже. На сцене одновременно находилось 120 артистов, солисты хора, танцоры и музыканты. Огромную сцену возвели специально для этого масштабного выступления. Неповторимая стилистика ансамбля Александрова слышна с первого аккорда, отметил заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов на церемонии открытия. Именно этот ансамбль впервые спел песню «Священная война». Не случайно Воронеж стал местом открытия фестиваля. Здесь проводятся петровские конференции и другие мероприятия. История города тесно связана с деятельностью самодержца. Когда мы вспоминаем деяния царя Петра, мы понимаем, что все его заветы по-прежнему актуальны и сегодня, несмотря на то, что это было сделано три века назад, прокомментировал Михаил Брызгалов. Здесь не случайно Воронеж избран местом открытия, потому что нам казалось, именно здесь соответствует аура города и ауле места для того, чтобы мы дали состав. С праздником воронежцев также поздравил губернатор Александр Гусев. Благодаря императору Воронеж оказался первым из провинциальных городов, где масштабно развилась промышленность и была открыта государственная школа. В ней могли учиться дети из народа, отметил глава региона. Невозможно найти другого исторического деятеля, столь существенно повлиявшего на развитие нашего города и государства. Это первый наш император, и мы не перестаем удивляться, как это вот в то время он успевал быть в Архангельске, в Воронеже, в Европе. И все это на чем? На конках там, на лошади, пешком. Это пример всем нам, в сегодняшнюю дню, тяжелому дню, когда мы сейчас сражаемся со всей Европой, с Америкой. Наши ребята, которые сейчас на Украине защищают честь и достоинство нашей Родины, поддерживают традиции великой отечественной наших героев. И вот пример Петра, как нужно преобразовать промышленность, преобразовать отношения в коллективах, культуру, науку, поставить за короткое время на рамки защиты нашей Родины. И вот великий Петр, он дает нам этот пример. В рамках юбилейного года запланировано более 300 мероприятий, 88 из которых крупные. На площади Ленина состоялась официальная церемония открытия празднования, вручение стипендий имени императора Петра I, призванное поощрить студентов воронежских вузов за особые успехи в учебе, а также самая долгожданная концертная программа академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Всю оценку сегодняшнему дню дали наши зрители. И слова «браво» и «спасибо за вами, Россия» – это оценка нашего великолепного ансамбля Александрова. Это, конечно, вот здесь, на этом ансамбле, должны воспитываться все молодые люди, начиная от детского сада и заканчивая нашими академиями, университетами. Это не попса наша гнилая, которая убежала за границу, это наши русские люди, которые от души поют, от души любят родину, и мы за это их любим, ценим и уважаем. После официальной церемонии воронежцев ожидала премьера дебютного исторического спектакля, как «Царь Петр» – Воронежского академического уличного театра. Спектакль, отправляющий своего зрителя к традиционной культуре гуляний и праздников того времени. Ну, я могу немножко приоткрыть завесу тайны. У нас спектакль в стиле русского народного жанра лобок. У нас лобочные такие вот эти картиночки. И в целом уличный театр, он не подразумевает под собой какого-то пафоса и что-то такого. У нас очень живая театральная постановка, игривая, с шутками, прибаутками. И мы все иронично и, ну, как бы обыгрываем. И Петр у нас там представляет себя как лирический персонаж. Он совершает подвиги, да, он совершает великие дела, но при этом мы пытаемся его раскрыть как человека, как живого, чувствующего. И там есть некоторая любовная линия, которая проследует через весь спектакль, на который он нанизывается. Справедливый, добрый и капельку волшебный Петр Первый предстал перед зрителями. Традиции и возвращение к истокам русской культуры, это интересно всегда. И такого вот, ну, в Воронеже точно вообще уличных театров нет. На сцене предстали истории жизни, народные картинки в традициях балагана, а главное на современный лад. Все это символизирует бережное сохранение памяти о великих деяниях и вкладе в развитие Воронежского края императора Петра Первого. Сегодня, со дня рождения Петра Первого, исполнилось 350 лет. Великолепный юбилей. Весь город его празднует. Потому что 326 лет назад Петр Первый приехал сюда, впервые в Воронежскую крепость. И ровно 500 дней шло строительство российского флота, первого военного флота. Его построили на зависть Европе, разбили на голову шведа, побили турка, взяли Азов. Российский флот вошел в Черное море, и Россия по праву стала морской державой. И в этом всем виноват Петр Первый и славный град Воронеж. В завершении праздника на Адмиралтейской площади прошла опера под названием «Виват Россия», посвященная строительству флота в Воронеже в исполнении Воронежского театра, оперы и балета. Затем зрителей поразило удивительное лазерное шоу и корабль-музей Гота «Предестинация», проплывший на борту с Петром Первым и его свитой вдоль набережной. Живи, град Воронеж, здравствуй и воспитывай в потомках достойных тебе, умных, образованных, мастеровитых, и Россия их не забудет. «Виват Воронеж! Виват Россия! Ура!» Мария Макеева, Сергей Трифонов, 41 канал. Улицу Плехановскую признали лучшей на всероссийском конкурсе. Она победила в номинации «Лучшая торговая улица». Конкурс торговли России проводит Министерство промышленности и торговли. Он состоялся в пятый раз. Борьба за победу шла в 11 номинациях. Целью состязания является выявление достижений и лучших практик разноформатной торговли. Улица Плехановская победила в номинации «Лучшая торговая улица». Проложенная еще в 1774 году, она была началом Московского тракта и называлась «Новомосковская». На ней жили купцы и располагались их лавки. По бокам улицы находились торговые площади. Сейчас на Плехановской насчитывается более 250 торговых объектов и объектов общественного питания. Ее протяженность составляет около 2,5 километров. Награждение победителей конкурса пройдет в Москве во время форума «Бизнеса и власти. Неделя ритейла». Валерий Бобкин, 41 канал. У санатория Дзержинского появилось второе историческое название – усадьба Тулиновых Толстых. А у входа в здравницу появилась памятная доска о том, что когда-то тут жили дворяне Тулиновы Толстые. Последний хозяин имения Дмитрий Иванович Толстой работал директором Эрмитажа в Санкт-Петербурге. И краеведы и общественники долгие годы боролись за восстановление памяти об историческом месте. Установку таблички считают первым шагом к созданию на этом месте музея. Здесь когда-то жили потомки старинного дворянского рода Тулинова Толстые и прямые потомки Кутузова. Дочь воронежского фабриканта и промышленника Елизавета Тулинова вышла замуж за графа Ивана Толстого. В подарок молодоженам досталось имение в Чертовицах. Господский дом был возведен в 1840 году и цел до сих пор. После того, как в 1922 году здесь открыли сначала дом отдыха, а затем санаторий, в этом здании работал лечебный корпус. Здание построено в стиле позднего классицизма. Здесь почти уцелел весь комплекс старинной усадьбы. Сохранился флигель и здание каретный, где сейчас находится столовая. Сохранилась и территория этой усадьбы, и сохранились старые здания. Старые здания, деревья. И то, что здесь потом в 1922 году появился санаторий, появился дом отдыха сначала, завод Дзержинского, а потом впоследствии, как сегодня уже санаторий, то это, в общем-то, считаю знаковым. Потому что именно эти люди, которые тут развивали чертовидство, развивали Россию, они для нас очень важны и почетны. Но это те же толстые, которых мы чтим. Это те люди, которые... Один их отец, в его честь названа Станция Гравская, два сына, тоже министры. Один был министром образования, назовем это так. При нем мы развивали школы, наше образование российское. А второй был директором Эрмитажа, он причастен к культуре и собиратель всей коллекции. Его знал весь мир. И, в общем-то, я считаю, что то, что эта усадьба сохранилась, это очень важно для нас. Дмитрий Иванович в Чертовицах был не только помещиком, но и церковным старостой Архангельской церкви. Это именно он сделал из Эрмитажа первоклассный музей европейского типа. Из-за революционных событий в стране был вынужден покинуть ее и уехать в Константинополь. По воспоминаниям местных, Тулинов и Толстые были добрыми помещиками и заботились о жизни своих крестьян. Дворянская семья построила здесь школу и церковь. Дмитрий Толстой много сделал для культурного развития нашей страны. Репутация Дмитрия Толстого спасла территорию усадьбы от разграбления и разрушения. С тех пор прошло уже около века. Но хозяев усадьбы не забыли, и энтузиасты мечтают открыть здесь музей. И очень хотелось бы, чтобы нас включили в золотое кольцо дворянских усадеб Черноземья. Такая мысль была еще при губернаторе Гордееве, который здесь жил, когда он прибыл сюда вместе со своей женой. Табличка – это только первый шаг. Очень хотелось бы создать здесь экспозицию. Для этой экспозиции, как вы видите, уже готовы портреты. Также у нас была такая интересная история, когда прокапывался водопровод, который вел к столовой. Столовая – это бывшая каретная. То там был найден схрон из красного кирпича. И в этом схроне было две иконы – самовар и чайная ложка. Об этой новости услышали в Чертовицах. Местные жители быстро откликнулись и принесли личные вещи графов Толстых. Иконы, картины. Авторы идеи полагают, что место расположения бывшего дворянского имения удобно для туристов. Совсем недалеко находится трасса М4 Дон. Интересное направление будет и для любителей путешествовать внутри своего региона. Это история, память и красивая природа. Усад Бутулиновых Толстых в народе прозвали непризнанной жемчужиной Воронежского края. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал. В городских садах снова увеличилась родительская плата за питание. За 12-часовое пребывание ребенка в среднем 22 дня в месяц придется платить 3 335 рублей. Тем не менее, платить родители будут все равно от количества посещенных ребенком дней. За сокращенное пребывание ребенка от 8 до 10 часов за день в месяц в среднем пребывании обойдется в 2500 рублей. Круглосуточное пребывание стоит 3500 рублей. Кратковременное до 5 часов – 840 рублей. Годом ранее власти уже поднимали родительскую плату. Тогда она составляла 3 190 рублей. Повышение платы, видимо, связано с ростом цен на продукты питания. Обеспечить качественное питание детям на прежнюю сумму оплаты невозможно. Все льготы, предоставляемые родителям детей-инвалидов, вдовам, многодетным и другим гражданам, сохраняются. Размеры льготы – 50, 80 и 100%. Олеся Алисюк, 41 канал. 30 мая состоялся ежегодный третий районный фестиваль «Усмань цветущая». Чем больше разных праздничных мероприятий и знаменательных событий появляется в нашей области, тем лучше, интереснее, комфортнее в ней становится жить. Фестиваль «Усмань цветущая» прошел на территории центра лыжной подготовки «Дубрава». К участию в параде местные жители подготовились тщательно. Мастерили уникальные детские транспортные средства, шили костюмы, продумывали образы и целые композиции. Чем необычнее, тем интереснее. Специально для фестиваля «Усмань цветущая» были организованы творческие мастерские, интерактивные площадки, детские конкурсные игровые программы, фотозоны, выставка саженцев различных культур. Участников и гостей фестиваля порадовал концерт артистов, фолк-группы под названием «Партизан-ФМ». Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира. Более 60 мероприятий городские власти подготовили для маленьких воронежцев. Одним из масштабных мероприятий стал инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи «В кругу друзей», который прошел в 12.00 в городском дворце культуры. А для ребят из Коминтерновского района устроили концертно-игровую программу «Я люблю рисовать». Литературная викторина, детский онлайн-флэшмоб, конкурс рисунков на асфальте, счастливое детство для детей с пришкольных лагерей. Выставка робототехники, работа аниматора и шахматной секции – это лишь малая часть того, что организовали для маленьких воронежцев. Во всех районах Воронежа для детей в парках, школах и учреждениях централизованных клубных и библиотечных систем прошли коллективные игры, творческие мастер-классы, тетрализованные программы, выставки и концерты. Мария Макеева, 41 канал. В Воронежском социальном приюте отметили День защиты детей. Поздравить детей приехала депутат областной думы Людмила Ипполитова. Праздник организовали для 50 воспитанников социального учреждения. Здесь проживают дети от 3 до 18 лет. Педагоги приюта рассказывают, что детей часто забирают на воспитание в приемные семьи. А вот к родным родителям они возвращаются очень редко. Сейчас в детском социальном учреждении проживают четверо детей из Донбасса. Брат и три сестры. Самой младшей не исполнилось и 4 лет. Для них сейчас оформляется гражданство Российской Федерации. После чего органы опеки начнут искать им новую семью. После утренника, подготовленного воспитанниками приюта, всех артистов пригласили на чаепитие. В парламентарии передала ребятам сладкие подарки и пожелала им счастливой жизни. Есть какая-то еще надежда, что они вернутся в семью и все наладится. Не хотелось бы, чтобы они дальше шли в учреждения, соответственно, те, которые будут полную возьмут заботу и опеку. Я им сегодня искренне желала каждому ангела-хранителя, который должен их вести по жизни долго и счастливо. Депутат Уполдумы Елена Губина пришла на встречу с ребятами из многодетных семей на спектакль Воронежского драмтеатра «Человек с детским акцентом». Билеты юным зрителям предоставил Российский детский фонд. Семья Павловых пришла в театр с пятью детьми. Старшая дочь живет в Астрахани и работает реанимационной медсестрой в перинатальном центре. Для Павловых посещение театра в День защиты детей – давняя традиция. Елена Губина, депутат областной думы, поздравила всех зрителей с праздником и пожелала им добра и радости. Этот день призван напомнить нам, взрослым, о том, каково это быть ребёнком. Улыбаться, радоваться мелочам и быть счастливыми здесь и сейчас. И на самом деле нам есть чему поучиться у наших детей. В театр мы пригласили деток из многодетных, малообеспеченных семей, для того, чтобы они ощутили по-настоящему праздничное настроение. Олеся Лисюк при поддержке Пресс-службы областной думы. 41 канал. Продолжение темы Дня защиты детей. Российский детский фонд при поддержке Воронежской облдумы и правительства региона организовали экскурсию в Москву для воронежских детей. Шанс отметить День защиты детей в столице выпал 45 школьникам. Они победители Олимпиад и спортивных соревнований, творческих конкурсов и дети из семей военнослужащих, участвующих в спецоперации. Тема экскурсии – 350-летие Петра Первого. И началась она на Адмиралтейской площади. Здесь с ребятами встретился председатель облдумы Владимир Нетёсов, который также возглавляет попечительские советы регионального отделения детского фонда. Вместе с ним ребята посетили корабль музея «Готопредестинация». Побывали в Успенском храме. В 350-летний юбилей основателя Петра Первого Российской империи очень важно, чтобы передавалось из одного поколения в другое. Как страна живёт, какие были решения, какие были события, какие замечательные люди развивают нашу страну. Воронежские школьники посетили спектакль в Большом театре. Побывали в историческом музее и гостинице «Метрополь» на праздничном обеде. Сами путешественники больше всего мечтали побывать на Красной площади. Мне будет интересно посмотреть сами достопримечательности. То есть не где-то на картинке, в телевизоре, а вот сам. Просто посмотреть, узнать, каково это, побыть на этом месте, узнать всю эту мощь нашей страны, особенно столицы России. В Воронежской области более 10 тысяч неплательщиков алиментов своим детям. Ко дню защиты детей судебные приставы проводят акцию с целью повышения эффективности взыскания алиментных платежей. Только за пять месяцев текущего года судебные приставы в пользу детей взыскали 255 миллионов рублей. О том, какая работа проводится специалистами, далее в сюжете. В нашем регионе, согласно статистике, почти две трети браков заканчиваются разводами. Число неполных семей в России – примерно 6 миллионов. За последние 20 лет эта цифра выросла втрое. Около 10 тысяч жителей страны в одиночку поднимают пять и более детей. Все больше детей рождаются в так называемых гражданских браках, когда люди не расписаны официально. Многие дети не знают, как это – жить вместе с отцом, не видят мужского воспитания и примера. В современном обществе ребенок воспринимается как источник проблем, а родительство считается подвигом. Согласно статистике, отцы тратят на воспитание своих детей только около 6 минут в день. На творческие способности девочек больше влияет воспитание отца. Больше половины матерей-одиночек запрещают отцам видеться со своими детьми. И еще немного печальной статистики. У детей, растущих только с одним родителем, риск сбежать из дома в 35 раз больше. И в 20 раз больше шансов попасть в тюрьму. Ребенок, растущий без папы или мамы, имеет большое количество неврозов, комплексов и растет в эмоционально нездоровой среде. При этом каждый третий в России родитель уклоняется от уплаты алиментов. Соответственно, при невыплате в полном объеме денежных средств, необходимых для покошения текущих платежей по алиментам, судебный пристав исполнитель в праве отношения данного лица составит протокол административного правонарушения по статье 5.35.1 КАП РФ за 5 месяцев текущего года таких протоколов уже составлено 690. В дальнейшем, при невыплате данными должниками денежных средств, судебный пристав исполнитель уже возбуждает уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса. Теперь привлекают к уголовной ответственности и тех, кто не в полном объеме платит алименты своим детям. Житель Павловского района был должен своему ребенку 300 тысяч рублей. При этом он перевел ему только 10. Отцу назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ. Оценив дальнейшие для себя последствия, неплательщик сразу же перечислил на содержание своего ребенка полную сумму задолженности. В первую очередь, при отсутствии выплат, надлежащих выплат судебным приставом исполнительным проверяется имущественное положение. При выявлении зарегистрированного за должником имущества накладывается арест. Широко распространена такая мера, как ограничение права на выезд со предела Российской Федерации. На сегодняшний день у нас ограничен на выезд порядка 7200 должников. Также при невыплате алиментных платежей судебный пристав исполнитель в праве ограничить должника в пользовании специальным правом участия, в пользовании водительским удостоверением. На сегодняшний день у нас порядка 2700 должников ограничены в праве управления транспортным средством. В Воронежской области возбуждено более 249 уголовных дел по уклонению от уплаты денежных средств на содержание детей. Многолетняя практика показывает, что многие родители, даже имея хороший стабильный доход, по каким-то причинам уклоняются от уплаты алиментов. Число уголовных дел уже выросло в регионе на 30%. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронежской области резко выросло строительство жилья. По данным Департамента строительной политики, за пять месяцев 2022 года в эксплуатацию введено почти 700 тысяч квадратных метров. Проектные показатели по вводу жилья в регионе за первые пять месяцев текущего года выполнены в полном объеме. Такие данные были озвучены на еженедельном оперативном совещании у губернатора Воронежской области Александра Гусева. Введенное в эксплуатацию 697 тысяч квадратных метров – это более 158% от уровня прошлого года. Сейчас строители возводят 208 многоквартирных домов с общей площадью жилых помещений почти 2,5 миллиона квадратных метров. В 95 домах новоселье пройдет уже в этом году. Валерий Бобкин, 41 канал. А я напомню номер телефона редакции 41 канала – 206-94-06. Мы ждем обратной связи от вас. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. И это были все новости минувшей недели. Что готовит нам предстоящие, мы расскажем в следующей программе «Итоги» на 41 канале. А я с вами прощаюсь и пусть у вас будут только хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова